Рад видеть вас на канале девайс, и сегодня у нас видеокарта от компании MSI, модели Radeon RX 6700 XT Mac 2X 12GB и ее версия OS. Надеюсь, что вам понравится это видео, буду рад за лайк и любой комментарий, в описании оставлю ссылки на эту видеокарту. Подписывайтесь на канал, будем говорить о компьютерах и девайсах к ним. Итак, начнем. Видеокарта имеет 12 ГБ оперативной памяти GDDR6 с разрядностью шины, 192 бит, 40 RT ядер и 2560 универсальных процессоров. Версия OS будет чуть пошустрее ввиду заводского разгона, но из-за этого и чуть горячее. Видеокарта призвана обеспечить комфортные условия для игры в разрешении 1440p. Высокопроизводительные вычислительные блоки и инновационный кэш AMD Infinity, 12 ГБ выделенной видеопамяти GDDR6 при использовании совместно с процессором AMD Ryzen 5000 серии. Технология интеллектуального доступа к памяти, все это гарантирует новый уровень игровой производительности. Карта выдает реалистичные визуальные эффекты благодаря трассировке лучей DirectX Retracing, шейдингу с переменной скоростью и технологию AMD FidelityFX. Аппаратную поддержку которых обеспечивает микроархитектура AMD RDNA 2, представляя собой по-настоящему кроссплатформенное решение. Микроархитектура AMD RDNA 2 является основой гейминга и на ПК. Благодаря ей происходит подлинная революция по качеству изображения и доступности облачных игровых сервисов. Внешний вид и размер версии видеокарты не имеют отличий. Размер по высоте 13,1 см, длина 24,7 см, ширина 3 слота. На всех версиях видеокарты присутствуют разъемы трех дисплейпорт и одного HDMI. Видеокарта нуждается в дополнительном питании 8 плюс 8 пин, рекомендуемый блок питания 650 ватт. Серия Mac ориентирована на скорость, поэтому в конструкции этих видеокарт нет ничего лишнего. За их охлаждение отвечает кулер с двумя вентиляторами, а строгий дизайн гармонично впишется в любую компьютерную сборку. Оригинальная печатная плата и целый ряд продуманных инженерных решений гарантируют, что видеокарта серии Mac прослужит долго даже при интенсивном использовании. Дополнительные предохранители, встроенные в печатную плату, служат еще одной линией электрозащиты. Увеличенное содержание меди в печатной плате улучшает рассеивание тепла, а значит способствует стабильной работе всего устройства. Плата отличается более мощной системой питания и другими инженерными решениями, которые в конечном счете приводят к более стабильной работе устройства. Крыльчатка вентиляторов Torx 3.0 сочетает в себе преимущества обычных и дисперсионных лопастей. Она фокусирует и ускоряет воздушный поток, направленный в радиатор. Технология Zero Frozer означает полную остановку вентиляторов при низкой температуре графического процессора, что делает видеокарту абсолютно бесшумной. Когда температура начинает подниматься, вентиляторы возобновят свою работу автоматически. На множестве элементов видеокарты установлены термопрокладки, которые передают тепло радиатору, чтобы снизить рабочую температуру. Обратную сторону видеокарты прикрывает прочная пластина со шлифованной поверхностью. Эксклюзивное приложение Dragon Center позволяет осуществлять мониторинг и настраивать параметры устройства MSI в режиме реального времени. Чтобы выжать максимум из своего нового устройства, вам достаточно будет сделать лишь несколько щелчков мышкой. Создавайте игровые профили с индивидуальными настройками видеокарты, включая производительность, true color и многое другое. MSI AutoBurner – это самая известная и широко используемая утилита для разгона видеокарты. Она предоставляет полный контроль над устройством и позволяет отслеживать все ключевые параметры системы в режиме реального времени. Разработанное в эксклюзивном партнерстве с BlueStacks, приложение MSI App Player наделяет лидирующие в своей области компьютеры MSI возможностью запускать мобильные игры. Каких-либо отзывов на эту модель в интернете я не нашел. Если вы уже обладатель этой видеокарты, в комментарии к видео напишите свой отзыв о ней. А в описании напоминаю, что оставил ссылки на лучшие цены этой видеокарты. Спасибо вам, что посмотрели до конца мое видео. Очень надеюсь, что оно вам понравилось. Буду рад, если поставите палец вверх, подпишитесь на мой канал и напишите комментарии. С вами был канал Девайс. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok